Камила Хакимулина О самых свежих тенденциях, о том, как самостоятельно создавать стильные современные образы за разумные деньги, о том, как проводить приятный и эффективный шопинг для того, чтобы выглядеть эффектно, о секретах стиля и интересных фишках при создании образов для различных типажей фигуры. Концерт группы «Сколот». Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-рок команд России. Репертуар ее весьма разнообразен. От серьезной героической ратной тематики до веселых праздничных напевов. Это в первую очередь авторские вокально-инструментальные произведения, основанные на русском, скандинавском фольклорах, современном звучании, а также европейские инструментальные композиции. В Казани выступит Сергей Коренев, один из самых востребованных джазовых гитаристов в Юго-России, исполняющий джаз, фанк и сол. В 1992 году он провел полгода в Нью-Йорке и именно в это время, окунувшись в музыкальную жизнь Большого Яблока, начал самостоятельно изучать джазовую игру на гитаре. Насыщенная получается пятница, но это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, что предлагает наша рубрика для того, чтобы ваши выходные прошли не менее интересно. Ночью уснуть не могу никак, и пришел я на техно, чтоб найти тебя снова тут. Хлеб и диджей Барбара выступят в субботу в Казани. Участники хлеба успешно самореализуются в нескольких амплуа, как видеоблогеры, продюсеры телесериалов, актеры и, конечно же, рэперы. Они без пощадности бут модную трэш-культуру, пишут заставляющие Ханже с визгом затыкать уши тексты и снимают клипы, последний из которых, например, собрал миллион просмотров за первые же сутки. Ууу-уууу, подный, подный, подный гори, планету любовь мне подарит. Уу-ууу, уу-уууу. Концерт группы «Айова» в Корстоне, базирующаяся в Петербурге и имеющая белорусские корни группа «Айова» несколько лет назад гремела на всю округу хитом «Улыбайся». Другие ее синглы тоже один за другим задавали тренды в русскоязычной популярной музыке. Не пропустите в эту субботу! Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных.